здравствуйте дамы и господа рад приветствовать вас на своем канале ну сегодня не о рыбалке сегодня опять о работе нам поступил автомобиль с маленькой такой проблемой на холостом ходу и низкое давление масла автомобиль skoda superb с 2017 года двигатель tsfsi с раздельным впрыском то есть непосредственный и предварительный впрыск то есть проблема нас масляное голодание на холостом ходу получается проблему нашли в самом масляном насосе показать я думаю на камеру я вам не смогу то есть проблема с редукционным клапаном масляного насоса попытка решения проблемы у нас идет одной рукой неудобно постараемся разбираем проблема у нас в этом шарике он имеет абсолютно не круглую форму то есть даже элементарно покатать его пол между двумя ладонями он имеет овальную форму плюс увидите вы не увидите но проблема есть в седле самого редукционного клапана в упоре шарика там есть небольшая раковинка неизвестно это заводской заводской дефект или появившийся дефект со временем эксплуатации но получилось вот такая вот беда то есть мы идем по пути мы меняем масляный насос разница у нас родной масляный насос 24 зуба привезли насос другого другого получается с предыдущего поколения здесь у нас 22 зуба номер масляного насоса вот при такой замене масляного насоса идет замена башмака натяжителя масляного насоса то есть родной оригинальный вот такой а этот с предыдущей версии вот такой башмак натяжителя разница сами видите значительной цепи абсолютно одинаковых то есть мы не нашли отдельно башмак натяжителя предыдущего поколения и поэтому было принято решение установить соответственно новую цепь привода масляного насоса вот такой вот номер то есть если вы на двигать на этом автомобиле меняете масляный насос пытаясь повысить производительность масляного насоса то есть с меньшим количеством зубов вот его номер комплекта одни комплекта сам масляный насос то соответственно ремкомплект цепи грм надо ставить с таким номером тогда у вас все срастется все будет хорошо так что мы физически приступаем к сборке автомобиля по мере сборки я вам после завершения сборки я вам покажу то есть здесь была проблема еще одна то есть как и насколько я вижу до моего вмешательства в этот агрегат была вот такая вот история то есть плоть плоскость масляного насоса кто-то пытался полировать то есть если мы видим вот эта площадь полировки заводская равномерно и здесь абсолютно неравномерная площадь полировки соответственно небольшие перекосы пластины они присутствуют может отчасти была потеря давления и здесь но явно есть выработка в редукционном клапане так что ребята я приступаю к сборке для вас произойдет мгновение а для меня может пару часов работы по сборке данного агрегата соберу включусь покажу что получилось так что запоминайте можно в принципе если вы сможете найти отдельно башмак натяжителя то цепочку масляного насоса можно не менять она практически без выработки почти выработка очень незначительная и башмак натяжителя все компенсирует да 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 ну вот поставили натяжитель стоит в упор дальше он не тянет но цепь у нас очень свободная то есть если так брать даже здесь она слишком большой сейчас поставим нормальный оригинальный натяжитель уже для этого насоса и покажу вам ну вот друзья ну вот друзья поменяли мы башмак и сразу свободы нет башмак натянулся здесь есть расстояние куда еще по мере растяжения цепи башмаку тянуть натягивать цепь то есть убирать свободный ход вся конструкция разница в башмаке то есть если вы его сумеете подобрать правильно у вас будет все хорошо то есть мы поменяли масляный насос с меньшим количеством зубьев то есть 22 зуба тем самым увеличив угловую скорость то есть не изменяя шестерню коленвала основную потому что она идет неизменная на всех на этой модели независимо от модификации шестерня идет стабильно с одним количеством зубьев и получается у нас вот такой вот результат поменяли башмак тем самым натянули цепочку нет свободы как говорится проблем у нас не будет ну продолжаем собираем двигатель запускаем и будем смотреть ну вот друзья собрали мы двигатель запустили замена масла масляного насоса на более производительный дала эффект давление у нас с 04 в горячем режиме на холостом ходу поднялось до 06 но это не эффект этого мало похоже пока было масло в бензине немножко подушатали двигатель на дальше колупать для проверки я вытащил датчик положения распредвала и у нас на нем вот такая вот юбочка я думаю вам прекрасно это дело видно сейчас его оботрем поставим на место и ждем принятие решения от хозяина автомобиля что мы делаем дальше я думаю делаем дальше надо колупать глубже надо проверять рамку переднего распредвалов на наличие износа если более глобально то копать дальше что друзья на этом я заканчиваю это видео пока нет ответа от владельца автомобиля ставим лайки дизлайки пишем комментарии может быть кому-то и поможет это видео в таком коротком усеченном формате если вам будет интересно пишите в коментах я сниму продолжение если она будет если клиент согласится окончательно восстанавливать двигатель вскроем разберем посмотрим что еще износилась льющие форсунки попала бензин в масло разжижила масло эксплуатация автомобиля на разжиженном масле и привела к последствиям какие эти последствия окончательно я пока сказать не могу то есть надо заниматься дальше разбирать копать глубже что из этого получится будем дальше посмотреть всего доброго будьте здоровы не болейте